Книга «Открытым оком», тема «Богослужение», 28-й том, вопрос 3951. Только и слышишь, что сходи на исповедь и причастись. Что говорится в Библии насчет причастия? Разве это панацея от всех недугов и грехов? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. О причащении тела и крови Христовых в Библии сказано не так уж и много. И при том, вовсе уж не на первом месте стоит причастие. Главное – послужание словам Христовым, в которых и намека нет на то, что лишь бы успеть причаститься. «Больше то ссылаются на труды монахов, а не на Евангелие». Кавычки «Открыты». Это самое производит и исповедь при духовном брожении сердца. Она выкапывает и исторгает тайные дурные страсти и делает его приготовленным к принятию священных семян и благоприятным для плодоношения и возделывания добродетелей. Необходимость исповеди для врачевания человеческой души от порочных страстей и наклонностей неизбежно должна приводить к мысли о необходимости окормления у духовника, который, по мысли преподобного Иоанна Лественничника, является Моисеем, выводящим из духовного плена. О важности иметь духовника как раз и говорит святитель Григорий. Кавычки «Открыты». «Поэтому необходимо, чтобы каждый из вас имел духовного отца и приступал к нему с доверием, и смирял себя перед ним, и открывал ему свои дурные страсти, и радушно, принимая духовное врачество, с корнем исторгал из души тернии волчатых грехов, которые каждый из вас вскормил в себе страстной и любящей наслаждения жизнью». Кавычки «Открыты». В отношении Таинства Святого Причащения святитель Феофан напоминал о мере для причащения. Хотя бы все четыре поста и двунадесятые праздники, но эта мера в то время считалась на фоне привычного одного-двухразового говения и причащения достаточно часто. Тем не менее, святитель пишет «Причащение – великое благо, и вы хорошо бы сделали, если бы устроили почаще причащаться, не только в посты, но и между постами. О частом причащении ничего нельзя сказать неодобрительного, но мера в месяц однажды или два раза самая верная». Указывая на важность частого причащения, святитель Феофан напоминает о важности внутренней подготовки к принятию самого Христа. «Этой подготовкой являются говения, исповедания грехов духовнику, твердая решимость не уступать греху». Святитель Феофан подчеркивает, что без исповеди причащаться является грехом и не дозволено так поступать христианину. «Чтобы не было в грех святое причастие, надо грехи очистить покаянием и, приступая, приступать с верой и страхом в сокрушении сердца. Главное же иметь желание и ревность угождать Богу, а не себе». Мы в Евхаристии причащаемся истинных тела и крови Христа Спасителя, и Церковь Христовая о ней никогда не учила как о символах тела и крови Господа. Недостойно причащающийся, то есть не очистишься свою совесть от пороков и грехов, делается преступником против тела и крови Христовых, такой вновь заколает Христа. «Прежде чем приступить к божественной трапезе, необходимо испытать и внимательно исследовать, достоин ли ты святого причастия. И это испытание состоит в очищении совести. Для этого человеку необходимо покаяние в грехах и положить твердое основание больше не грешить, а вместо грехов творить всякую добродетель. Недостойное же причащение, то есть бездолжного приготовления и полного сердечного раскаяния, навлекает на человека осуждение и гнев Божий. Святитель Игнатий Бринчанинов подчеркивает, не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. Только при посредстве покаяния можно принять Евангелие, усвоить Евангелие. Достойное причащение святых тайн возможно только при постоянной благочестивой жизни или после решительного раскаяния в жизни греховной и решительного оставления ее, засвидетельствованного и запечатленного принесением покаяния по наставлению Святой Церкви. Величие Таинства причастия возлагает на нас соответствующие обязанности. Мы должны не только души, но и тела наши представить в жертву живу, в святую благоугодную Богове. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53 стих. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть в плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Евангелие от Луки, 22 глава, 19 стих. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». 1 Коринфянам, 11 глава, 24 по 25 стих. И, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечера и сказал, «Сие чаши есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». «Теснятся все к тебе во храм, и все с колено преклонением тебе приносят фимиам, тебя гремящим славят пением. Я одинок в углу стою, как жизнью полн я тобою, и жертву тайную мою я приношу тебе душою». Василий Андреевич Жуковский, 1821 год Продолжение следует...